Что такое игра? Говоря научным языком, игра – вид осмысленной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе. Играть интересно не только детям. Игровой процесс проник и в бизнес, в частности, через корпоративные игры. Такие полезные для компаний и корпораций мероприятия уже полтора года проводят во Владивостоке. Подробнее об этом узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И на студии сегодня Александр Топоров, сооснователь и ведущий корпоративно-интеллектуальной игры. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Екатерина Шурыгина, капитан команды «Килл» Fusion Group. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. И Константин Манич, сооснователь и судья корпоративно-интеллектуальной лиги. Здравствуйте. Здравствуйте. Играет во Владивостоке. В общем, расскажите нам в целом об этом. Ну, действительно, уже 7 сезонов за плечами. 8-й пошел, точнее не пошел, а начнется в начале декабря. 8-й сезон нашей лиги, которая завершит, собственно говоря, второй год образования. За чуть менее чем 2 года, за 7 сезонов мы значительно выросли, окрепли. Теперь у нас играет больше 20 команд. И мы на этом не хотим останавливаться. И, естественно, будем делать так, чтобы лига росла и пребывала новыми командами. Собственно говоря, это такой мягкий посыл всем нашим зрителям. То есть я правильно понимаю, тенденция к росту есть, люди с большим удовольствием приходят и играют. И когда мы с вами буквально, наверное, в самом начале того, когда вы начинали свою деятельность и встречались, вы, конечно, прогнозировали такой успех, но, тем не менее, ожидали ли такого стремительного развития и роста? Ну, если брать с точки зрения ожиданий, то, наверное, да. Потому что мы двигаемся согласно тому плану, который мы себе поставили. Пока мы идем четко в рамках плана, не забегаем вперед, не откатываемся назад, только что все идет хорошо. А по поводу играть у нас сегодня мы специально пригласили Екатерину. Она у нас капитан нашего последнего чемпиона. Седьмой сезон корпоративной лиги закончился победой команды Fusion Group. Поэтому вот с точки зрения игрока, как раз, Катя расскажет, гораздо лучше, чем мы. Катерина, ну я для вас для начала поздравляю с победой. Я знаю, что это не так просто. Я просто сама пробовала играть и действительно это кажется. Ну что там, пришел, ответил на вопросы. А нет, все достаточно сложно. Поделитесь своими впечатлениями. Ну да, довольно сложно играть, но с другой стороны это в первую очередь интересно и объединяет в принципе наш коллектив, помогает нам как-то найти общий язык за нестандартным процессом, за нерабочим, за игровыми какими-то моментами. Мы раскрываемся друг перед другом, с одной стороны, а с другой стороны вместе проводим время весело. Не только за рабочими процессами, но и за какими-то развлекательными мероприятиями. Я, кстати, предлагаю нашим телезрителям подключиться к интеллектуальной игре, что можно сделать прямо сейчас. Вот такое волшебство в студии сейчас случится. Константин, вам слово. Я знаю, вы сейчас проведете для нас небольшую мини-игру для телезрителей. Ну да, можно сказать и так. Я просто дам пример вопроса и в конце передачи дам ответ. Телезрители смогут за время нашей передачи попробовать, как мы говорим, раскрутить этот вопрос. Вопрос звучит так. В статье о американской модели Джейм Мэнсвилд упоминаются три цифры. 40, 21 и 35. Сразу после этого упоминается цифра 163. Вот что значит цифра 163? Время. Я теперь тоже озадачилась. Очень интересный вопрос. Ну, мы проверим себя в конце. У меня тоже будет время немножечко подумать, пока вы отвечаете на вопросы. Не могу себе в этом отказать. А я думаю, что стоит сейчас сказать о таком важном понятии, как тимбилдинг, которому, собственно, и способствуют вот такие интеллектуальные корпоративные игры. Саша, наверное, тебе слово. Ну, безусловно. Тимбилдинг – это одна из основополагающих, наверное, ножек нашего стула, на котором держится вся игра. Потому что мы работаем с корпоративными образованиями, это различные компании. И в любой компании главный актив компании – это ее люди. И, естественно, для того, чтобы люди хорошо работали, чтобы было весело, чтобы было задорно, нужна им, безусловно, и зарплата, и условия труда. Но иногда нужно их и поощрять подобными выходами в свет, назовем это так. То есть, если мы берем с точки зрения тимбилдинга, это соревнования. Соревнования, в котором люди выходят и соревнуются с другими участниками этого процесса. Это первое. Второе – это налаживание коммуникативных моментов. Потому что люди… Ну, компания может быть разная. Она может быть большая. И человек один может работать, грубо говоря, в одном углу здания, а в другом – в другом углу здания. И могут никогда не встретиться, особенно если их, например, пути рабочие не пересекаются. А тут раз, и много новых людей появляется, много знакомых. Я работал сам в нескольких компаниях. И всегда корпоративные какие-то тимбилдинговые развлечения, они помогали мне познакомиться с новыми людьми, с которыми я, извините, уже там несколько лет работаю в одной и той же компании. Это всегда интересно. И это всегда… Я считаю, что это правильно. Константин, я думаю, вы ответите сейчас. Или вы добавите? Я добавить. Давайте. Кроме внутрикорпоративных связей, еще такая вещь, как можно сказать умным словом нетворкинг, а по-простому налаживание деловых связей между компаниями. Вот Александр абсолютно правильно сказал, очевидно, что мы ориентируемся на корпоративные команды, команды представителей компаний нашего города. Есть крупные компании, которые на слуху, которые на билбордах, и всех про них знают. Есть небольшие компании, которые там делают свое дело, но там тоже работают люди, им тоже интересно, естественно. И что примечательно, иногда вот эти небольшие компании могут победить каких-то таких значимых, значимые величины. И возвращаясь к нетворкингу, представители одной компании в перерыве могут спокойно познакомиться с представителями другой, наладить деловые связи, договориться о каких-то контрактах, даже потенциально, может быть, просто назначить встречу. Потому что на нашей игре, допустим, можно спокойно выйти на финансового директора одной из крупнейших приморских компаний, который вот он сидит рядом, и он открыт для общения. А в обычной жизни это очень сложно сделать. Действительно, я не задумывалась, мы почему-то как-то про внутреннее налаживание, да, как-то общение, связи говорим всегда. Я могу еще добавить, что помимо этого есть еще хэдхантинг. То есть ты видишь лучшие умные головы разных компаний, да, и можешь среди них выбрать себе будущего коллегу, например, или наоборот сам себя показать, чтобы тебя тоже заметили. Самого интеллектуального коллегу, да? Уже если я вам просто так отгадываю, какая же я в корпоративных делах. Действительно, ну это здорово, что таким приятным способом можно, как говорится, убить очень много зайцев. И возникает вопрос, как попасть в ваши игры, как стать членом этой замечательной команды. Расскажите нам об этом. Ну на самом деле очень просто. Нужно собрать команду, нужно выйти на меня или на Константина, заявиться на игру, прийти и попробовать свои силы. У нас в корпоративной лиге есть деление на профессиональную и любительские дивизионы. То есть профессиональный дивизион, из названия понятно, что там профессионалы. Понятно, что профессионалы это те, кто уже какое-то время играют в интеллектуальные игры. Они подкованные, они знают, о чем говорят, что делать. Вот, кстати, Катя и ее команда, это как раз та самая подкованная команда, которая стала чемпионом среди уже профессионалов. Мы в любительской лиге были тоже. И в любительской, ну понятно, это я сейчас как раз пытаюсь донести. Но чтобы попасть в профессионалы, надо пройти любительскую лигу. Вот туда попадают как раз все команды, без исключения. Они все попадают в любителя, и вот победители уже проходят туда, в ограниченный круг очень умных людей. В любительскую команду, в лигу можно прийти просто. То есть надо собрать команду, надо иметь желание. Вот, наверное, желание это самое главное. Это самое главное, потому что все, от всех, вот мы слышим, Костя не даст соврать, от всех мы слышим только одно. Мы слишком глупые. Мы слишком глупые, мы не хотим приходить и позориться. Ну как можно сказать, что вы слишком глупые и не хотим приходить и позориться, если вы еще не пробовали? Конечно. Придите и попробуйте. Тем более мы говорили о том, что здесь важен сам процесс, а не результат. Как интересно подумать. Само собой можно добавлять? Конечно. Наши игры открытый формат. То есть мы не закрываем место проведения, туда может прийти любой и поболеть, посмотреть. И, допустим, те команды, которые сначала говорят, мы не хотим там выглядеть в не лучшем свете. Мы говорим, приходите тихо, мы вас не объявляем, вы сядете за столик, вы будете слышать все вопросы. Единственное, вы будете играть не в зачет, мы не афишируем то, что здесь команда условно там Василек играет, а просто вы как зрители посмотрите, сравните свои результаты с результатами других команд и увидите, как это. По поводу вопросов могу сказать, что вопросы мы подбираем специально для, скажем так, для уровня команд. То есть мы их не делаем очень сложными. Где-то мы даже, может быть, немножко добавляем маленьких незаметных подсказок, которые с опытом люди начинают видеть. И в среднем у нас, ну сколько, наверное, из 10, порядка 5-6 вопросов берут команды. Ну, которые уже как минимум там одну-две игры отыграли, они уже начинают понимать эту механику. Да, мне кажется, здесь также важно понять, что это ведь тоже тренируется, это ведь элементарная эрудиция. В первую очередь, правда же, логика, эрудиция, которую можно натренировать, начитать. Да, то есть я думаю, что стоит прийти попробовать всегда и не бояться. Это будет очень полезно и ни в коем случае не вредно. Безусловно, я думаю, что тренировки внутри компании должны проходить. Вот опять же, можно у Кати узнать, как проходят тренировки у них в компании. Можно узнать, сколько людей пытались попасть в команду. А в команде, извините, ограниченное количество людей. То есть у нас единовременно за долг всего 8 человек. А если у вас работает тысяча, как это сделать? Кать, расскажите, как это сделать? Я могу сказать, что немножко утешить телезрителей, которые переживают, что они достаточно умные для того, чтобы играть. На самом деле, эрудиция здесь играет не ключевую вообще роль. Наверное, по опыту своему капитану могу сказать, что ключевую роль играет взаимодействие в команде. Достаточно, в принципе, базовой школьной эрудиции для того, чтобы играть в игры, подобные игре Килл. В принципе, этого достаточно. Главное, это уметь видеть какие-то подсказки, о которых говорил Константин, и уметь друг друга слушать. Вот это две, наверное, важные вещи. То есть обращать внимание на секретики какие-то, да, и уметь слышать, что тебе говорит твоя команда, уметь обсуждать. Часто ошибка новичков, что все садятся и стесняясь выглядеть глупо, начинать молчать и думать внутри своей головы, вот я не знаю ответа на этот вопрос. Ну, ты не должен знать ответа на этот вопрос, ты должен его найти за минуту. В этом есть игра. Игра в том, чтобы вы с помощью взаимодействия вместе нашли ответ за минуту. Конечно, есть такие одаренные игроки, которые через секунду после того, как вопрос загорелся на экране, уже готовы выдать свой ответ. Но их очень мало, единицы, и нужно стремиться быть похожими на них. К этому люди приходят, это, так скажем, никто с этим даром не рождается. Люди приходят со временем к тому, что у них и накапливается эрудиция, накапливается знание фактов, и накапливается опыт именно разгадывания таких вопросов. По поводу того, как мы тренируемся. Ну, так скажем, у нас есть, в нашем холдинге, да, есть разные направления деятельности, и очень разными вещами занимаются сотрудники, которые играют в конечном счете в команде. И у нас часто меняется состав, потому что многие хотят попробовать свои силы, попытаться. Как раз-таки легче, наверное, попробовать, когда у тебя уже есть какая-то команда, да, чтобы она уже чего-то добилась, и у нас так более-менее меняется состав. Но мы стараемся перед игрой, да, как-то потренироваться. Ну, и, в принципе, есть еще способ такой походить на какие-то другие игры, да, и потренироваться там точно так же, там, прийти зрителям или игроком в другую какую-то команду и порепетировать. Вот. Я предлагаю сейчас сделать небольшую паузу, мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор. Я думаю, что очень важно рассказать, какие еще разновидности таких корпоративных игр бывают. Саша, а, Константин у нас начинает, да, насколько я знаю сейчас. Константин, вам слово тогда. Действительно, такого рода, даже я бы не сказал корпоративные, интеллектуальные игры, это сейчас популярный формат развлечения. Это новое, незаезженное такое времяпрепровождение, которое может быть как встроено внутрь корпоративного мероприятия, так и быть его основой. То есть, все, весь сюжет может крутиться вокруг игры, либо игра просто какой-то модуль, модуль мероприятия. Мы уже проводили несколько таких мероприятий на выезде внутри компании. Для предприятий это интересно тем, что они получают какое-то развлечение, они получают развлечение для своих сотрудников. Кроме того, все плюсы интеллектуальной игры сохраняются, то есть, это и взаимодействие с людьми, это и какая-то вот разминка для ума, и веселое времяпрепровождение. Полезная причина. Да, потому что, понимая, что какой-то корпоратив, это все-таки не интеллектуальное сражение, мы можем разбавить более веселыми вопросами, какими-то шутливыми, сделать чуть побольше паузы, чтобы люди могли отдохнуть и пообщаться, а не просто вот именно прийти и победить. Ну, это тоже приятно. И в целом получается, что такое мероприятие имеет только плюсы для компании. Конечно. Я резюмирую чуть-чуть. Если желаете, чтобы ваш праздник прошел хорошо, весело, интеллектуально, обращайтесь к нам, мы обязательно вам поможем. Потрясающе. Катерина, к вам вопрос. Понятно, мы говорили, кстати, о том, что многие боятся прийти, как это я не отвечу на вопрос, как это я покажусь там не очень умным, да, и у многих есть подобные страхи. Ваша команда – команда победитель. Так вот, как у капитана такой команды успешной, хочу вас спросить, как вы заставляли коллег прийти на интеллектуальные игры корпоративные, что для этого нужно? Я вам угрожала вводнением. Шутка. Ну, на самом деле, взрослые очень любят играть. Все мы были когда-то детьми и любили играть, а когда мы выросли, возможностей для игры стало мало, да, и на самом деле взрослым очень интересно посоревноваться с другими взрослыми, победить, принести кубок на работу на следующий день, и никого особо уговаривать не приходится, все с радостью участвуют. Это единственное, что бывает такое, что кто-то не может, да, это такой момент, когда тебе нужно заменить игрока, и иногда приходится играть там в меньшем составе. Но, в принципе, все ходно обычно откликаются. Есть определенные, определенные смущения, все начинают с того, что да я, ничего не знаю, но только это до первого раза. Все приходят первый раз, и потом смущение как рукой снимает. Я, кстати, из своего личного опыта хочу поделиться. Вот вы в первой части программы рассказывали, что мешает многим успешно играть. Вот что заметила я в команде. Есть игрок, который отвечает, темы ведь абсолютно разные, да, обсуждаются. И кто-то знает, хорошо подкован в одной теме, кто-то в другой, кто-то в третьей. И вот действительно главное не бояться высказывать свое мнение, да, говорить, и именно вот тот командный дух, о котором вы говорили, именно командная игра, она, мне кажется, и приводит к успеху. Еще нужно понимать, что игра сама дает именно человеку. Сейчас мы не про команду говорим, а именно про человека. Ну, во-первых, попав в команду и проявив себя там, человек может себя заикогадовать перед начальством, как минимум. То есть если он занимает какую-то определенную должность, вполне возможно, что проявив себя на этом поприще, а руководство может, ну, посмотрев на него, руководство может задуматься, а не сдвинуть ли его куда-нибудь повыше. На север, ведь он подкован в географии. Отлично, да. И второй вариант, ну, это, по сути, это такой клуб, клуб людей, где завязываются знакомства, где люди, бывает, встречаются, а потом и женятся, всякое случается. Даже такие случаи, да, бывают? Словно. Очень много таких случаев. Ну, со всех сторон интересных полезных. Правда? Да, здорово. Поэтому приходить играть, это всегда, это всегда хорошо. В этом нет ни одного негативного момента. Вот, ну, кроме, пожалуй, горечи там, за поражение, но и ее нужно иногда переживать. А как же плохие вопросы? Плохие вопросы. Это часть хорошей игры. Успешный. Можно я скажу просто, вот, алгоритм, если вот кто-то из зрителей сейчас смотрит и думает, ну, как же, моя команда до сих пор не играет. Во-первых, прийти на нашу игру просто вот одному человеку. Важно, на самом деле, один человек вполне может создать команду. Просто прийти, как мы говорили, зрителям, даже больше того, иногда у нас в командах не хватает людей, и мы можем в виде исключения человека подсадить в какую-то команду, чтобы он изнутри прямо увидел игру. Посмотрел, понял, что интересно, понравилось. Дальше, либо прийти к руководителю и с предложением, а давайте поборемся. Например, у нас уже вот два банка играют, и у них сейчас такое дерби началось. Они, извините, прерву, они долго не могли встретиться, они играли в разных лигах, перепрыгивали. И вот, наконец, вот в восьмом сезоне, в зимнем сезоне, в семнадцатого года они сошлись, и мы предвкушаем. Как это будет? Ну, либо обратиться к руководителю, либо, ну, ты просто заручиться по его поддержке. А дальше просто сделать общую рассылку по компании. Многие люди вот смотрят, что, где, когда, там, свою игру по телевизору, и говорят, да я бы лучше мог, что он там сидит минуту обсуждается. Есть такое дело. Вот, и просто, на самом деле, когда мы начинаем разговаривать, рассказывать, там, знакомым, просто, там, встречным людям, когда в этом разговор завязывается, они удивляются, что такая игра, в принципе, есть. Не знают. Говорят, как, у нас есть. Каждый месяц проходит? Да, проходит по две игры каждый месяц. Теперь я покажу себя, да? Вот, и все. И дальше, дальше связаться со мной или с Александром, Константин Манич, Александр Топоров, в фейсбуке мы есть, связаться, написать и договориться, как это все устроить. Да, ну, во-первых, есть, обратили внимание даже на некоторых личностей. Да, у нас есть игроки, прям, выдающиеся в команде, очень такие, очень интересные. И многие даже не знали, что есть вообще такой вид хобби. То есть, ты чем занимаешься? Я марки собираю, там, я на велосипеде езжу, а мы интеллектуальные игры играем. Какие игры интеллектуальные? А что там интеллектуального? И таким образом, интерес появился, в принципе, к этому виду деятельности. Если первые разы мы ходили, ну, как-то все так плечами пожимали, то сейчас уже наш HR-директор на портале пишет новость о том, что наша команда сходила, присоединяйтесь, обязательно за них болейте. И в целом, и со стороны компании, да, есть внимание какое-то. И сами игроки, во-первых, им интересно дальше соревноваться. Во-вторых, как-то многие, у нас есть несколько новичков, именно в коллективе, да, которые попали в команду, им это позволило влиться побыстрее, да, друг с другом познакомиться получше. И есть уже какие-то внутренние шутки, там, есть некий подклуб внутри компании. Это всегда интересно, как такой кружок по интересам создается внутри коллектива. В общем, одни плюсы. Одни плюсы, да. Я думаю, что можно уже вспомнить, что мы задавали вопрос. Да, 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 конечно. Я вот как раз к этому сейчас и хотела подвести. Константин, я думаю, что нужно еще раз его озвучить, наверное, да, и уже, наконец-то. И просто расскажу, как этот вопрос берется. Конечно. В статье о манекенщице Джейн Мэнсвилд упоминаются три цифры. 40, 23 и 35. Далее упоминается цифра 163. Что она обозначает? Ну, начнем с того, что манекенщица американская. И цифры как-то описывает, видимо, ее внешность. Для стандартных 90, 60, 90 это маловато. Ну, учитывая, что это Америка, это дюймы. Попадаем. То есть это практически стандарт и красоты. То есть манекенщица красивая. Это мы подходим к этому. Далее. 163. Цифра, даже если в дюймах, это еще больше, в сантиметрах странно и тоже не подходит. Наверняка это не какие-то не физические параметры. Что остается? Есть стереотип. Красавица значит глубенькая. Ну, мы это не поддерживаем, но стереотип такой существует. Безусловно. Так вот, 163 это IQ этой модели. И опять же, если мы вернемся к тому, что это статья, это должен быть какой-то интересный факт. И вот как раз вот это противопоставление красоты интеллекта, оно дает вот факт. И правильный ответ IQ, я надеюсь, многие ответили. Спасибо вам за этот вопрос. Он действительно очень интересный. Он может быть не самый сложный, который встречается в корпоративных интеллектуальных играх, но на самом деле не каждый догадается сразу. И сейчас Константин наглядно рассказал, как нужно подходить к правильной разгадке ответов на вопросы. Это безумно интересно. Что стоит сказать? Наша жизнь это игра. Это известное уже устойчивое выражение. Вы сегодня это доказали. Но игра эта может быть интересной, положительной и влиять исключительно в положительную сторону на нашу жизнь. Спасибо вам большое за вашу работу, за то, что вы делаете и то, что нашли время сегодня к нам прийти. Спасибо вам. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.